Если вы находите в своем теле залом, складку, то обязательно поисследуйте эту складку с разных сторон и в некоторых случаях вы обнаружите места, где кожа очень плотно прилипла к тому месту, где есть складочка. Принципиально важным моментом по работе со складочкой и сбыточным тонусом кожи является нахождение этой складочки и отделение кожи от подкожной жировой клетчатки. Работа над тонусом кожи будет не просто полезна для красоты, она будет полезна для всего организма. Здравствуйте, друзья и коллеги, с вами Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити. И сегодня мы с вами поговорим о обвисающей коже, мы поговорим с вами о ситуации, когда вроде бы не так много жировых отложений, и при этом кожа выглядит дряблой, кожа выглядит обвисшей, образуются складочки. И надо понимать, что это является продолжением и отражением большой и сложной проблемы, связанной с обменом веществ. И более того, именно у нашей данной конкретной модели мы можем наблюдать проблемы по боковой внешней поверхности плеча, мы можем наблюдать проблемы по боковой поверхности корпуса, образующей складочки, мы можем наблюдать проблемы по реберным дугам, мы можем наблюдать проблемы по боковой и передней поверхности ног и по ягодицам. И надо понимать, что все эти симптомы, все эти проявления являются следствием одной и той же трудности. Организм нашей пациентки в силу каких-то причин не вырабатывает достаточного количества колодена. Наша задача – донести до организма простую идею, что тонус кожи, который организм имеет, он недостаточен для того, чтобы сталкиваться, встречаться с окружающими условиями среды. Надо понимать, что наш человек, наш древний предок, жил в условиях, когда он непрерывно ходил по высокой траве, периодически переправлялся сквозь горные рети, испытывал физические нагрузки. Эти физические нагрузки касались не только того, что человек двигался, что-то поднимал или что-то перемещал, а эти нагрузки во многом были связаны с тем, что кожа сталкивалась с агрессивной внешней средой. Ткани, которые мы носили, были грубыми. Кроме того, регулярно наши предки испытывали термические нагрузки. То было холодно, то было жарко, никаких кондиционеров не было, и при этом условия среды довольно были жесткими. Поэтому организм исходит из предположения, что если условия среды мягкие, значит, не нужно иметь достаточного тонуса кожи. Что мы делаем для того, чтобы помочь организму увеличить тонус кожи? Мы должны дать организму нагрузку, которая будет примерно соответствовать той нагрузке, которую организм получал в древних условиях среды. Это должны быть условия, связанные с выщипыванием кожи. Это должны быть условия, связанные с ее растиранием. Это должны быть условия кожи, связанные с прохлопыванием кожи. Важной особенностью работы по подкожной жировой клетчатке является понимание, в каких направлениях работать. Дело в том, что подкожная жировая клетчатка существует не отдельно от всего тела. Она связана с мышцами, фасциями и сухожилиями. Соответственно, если вы понимаете, в каких направлениях расположены эти большие структуры, которые сокращаются и двигаются, вы учитываете направление в работе с подкожной жировой клетчаткой. Если вы учитываете это направление, то результат будет стремительным, качественным и долгосрочным. Если вы не учитываете направления, в которых тело двигается, в каких направлениях тело перемещает жидкости, результат вообще не гарантирован. Соответственно, если мы говорим про бедро, если мы говорим про живот, про рут и про корпус, эти направления разные для разных частей тела. К сожалению, формат этого видео не позволяет нам рассказать про все, но мы специально для вас записали курс моделирования фигуры, где мы останавливаемся на этих темах крайне внимательно и подробно. Ссылочку на курс вы можете найти в описании к этому видео. Переходите, регистрируйтесь. Вы сможете качественно помогать изменять фигуру своим подопечным или своим близким и даже себе. Второй проблемой, которую мы должны обязательно учитывать, когда мы говорим про дряблую кожу, будет проблема того, что в некоторых случаях кожа припаялась к каким-то частям тела. Например, когда мы говорим про боковую поверхность корпуса, то у нас есть с одной стороны складочка, с другой стороны есть пространство под складочкой, такой так называемый залом. Нам очень важно понимать, что в тот момент, когда возникает залом, тело припаивает в этом месте подкожную жировую клетчатку и кожу к костям, что приводит к нарушению циркуляции жидкости, что приводит, в свою очередь, к тому, что места рядом с заломом начинают избыточно растягиваться. Поэтому работа с дряблостью кожи должна быть обязательно совмещена с работой по местам заломов. Если вы находите в своем теле залом, складку, то обязательно поисследуйте эту складку с разных сторон, и в некоторых случаях вы обнаружите места, где кожа очень плотно прилипла к тому месту, где есть складочка. Принципиально важным моментом по работе со складочкой и сбыточным тонусом кожи является нахождение этой складочки и отделение кожи от подкожной жировой клетчатки и от фасций и от костей. Вот, каким образом мы должны это делать? Во-первых, мы ни в коем случае не должны форсировать нагрузку. Во-вторых, эта работа должна выполняться регулярно. В-третьих, эта работа обязательно должна сочетаться с пониманием того, по каким причинам эта складка возникла. Условно говоря, если мы проработаем эту складку без понимания того, каким образом изменена фигура у человека, то на некоторое время мы получим результат, но через некоторое время складка вернется обратно. И, к сожалению, проблема с дряблостью кожи. Если мы не учитываем первую причину, снова вернутся, и мы не получим того результата, на который рассчитывали. Ну и третья причина, которая часто приводит к дряблости кожи, будет нарушение обмена веществ, связанное с нарушением питания. Мы должны понимать, что колоден, который формирует тонус кожи прежде всего, является белком. И этот белок строится из аминокислот, который мы получаем в питании через животные продукты. Я множество раз наблюдал, что люди, которые питаются исключительно растительной пищей, имеют худший тонус кожи, чем люди, которые потребляют животные белки. Есть причина, связанная с тем, что люди не потребляют достаточного количества химических веществ, из которых строится колоден. Но частой проблемой также является то, что пищеварительная система не может расщепить чужие белки и получить правильные питательные вещества в свое распоряжение и построить колоден, который сделает нам правильный тонус кожи. Здесь я вас отсылаю к нашему видео, посвященному опущению тишечника, работе с диафрагмой. Надо понимать, что для того, чтобы ваш организм выглядел хорошо, недостаточно просто много двигаться, недостаточно просто хорошо питаться, важно следить за своим здоровьем, которое и транслируется в красоту. Если ваша пищеварительная система недостаточно хорошо работает, то как бы вы ни старались много двигаться и правильно питаться, все равно тело не сможет занять правильную форму. Важным моментом про кожу будет понимание того, что кожа является продолжением покровных систем. Например, если у нас есть проблемы с кожей, то, скорее всего, у нас будут проблемы по слизистым нашего организма. То же самое будет происходить и в легких, то же самое будет происходить и в тишечнике, то же самое будет происходить по слизистым половых органов у женщин. Если у нас существуют проблемы с кожей, то совершенно аналогичные проблемы наблюдаются и по всем слизистым. Если речь идет про кожу, то мы говорим, что это красиво или не очень красиво. Когда мы говорим про слизистые, мы должны понимать, что работа слизистых коренным образом отражается на нашем здоровье. Лёгкие либо встречают вирусы и бактерии и уничтожают их, пищеварительная система либо извлекает питательные вещества, либо не может их извлечь. То же самое мы можем сказать про половые органы и про гинекологию. Очень хорошим фактом здесь будет понимание того, что в тот момент, когда мы работаем с кожей, мы одновременно стимулируем организм улучшать состояние всех слизистых нашего организма. Поэтому работа над тонусом кожи будет не просто полезна для красоты, она будет полезна для всего организма, потому что все покровные ткани имеют общую биохимию. И каждый раз, когда мы воздействуем на колоден подкожной жировой клетчатки, мы одновременно способствуем улучшению тонуса наших слизистых. Аналогично я могу сказать, что если мы говорим, что кожа оказывает влияние на слизистые, мы можем сказать и в обратную сторону, слизистые оказывают существенное влияние на кожу. Если у человека есть проблемы с лёгкими, например, если человек курит или живёт в загазованной пыльной среде, когда это приводит к поражению лёгких, или у человека есть трудности с пищеварительной системой, например, с толстым кишечником, если у человека есть запоры или у человека есть обезвоживание, то это также будет приводить к ухудшению состояния кожи. Ну и если вам интересна тема работы со слизистыми, то поставьте плюсик в комментариях, мы с ним соответствующее видео. Обязательно также поставьте лайк этому видео, чтобы способствовать его продвижению, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити и одноимённого YouTube-канала, канала, где мы учим вас быть красивыми, учимся быть здоровыми, учимся на этом зарабатывать, хорошие деньги. До новых встреч, друзья, до свидания.